Всем привет, мои хорошие! Хотела вам показать парк местного университета, но он закрыт, наверное, каникулы и закрыта эта зона. Но в другой раз обязательно здесь прогуляюсь. Он, конечно, немножко такой заброшенный. Есть такие вот сосны, пальмы. Неплохо было бы его привести в порядок. Там вдалеке есть фонтан. Красивая зона вдалеке, но отсюда не видно. Так что в другой раз обязательно сюда схожу, пусть я вам поснимаюсь по красоту. Вот там вдалеке фонтан, но он сейчас не работает. И вот здесь такие заросли. Неплохо было бы туда привести его в порядок. Ну, а мы отправляемся в Меркадону. Мне надо кое-что купить домой, прошу закончить здесь продукты и покажу, как я буду готовить сырники с рекордами. Потому что творога здесь нет. Он есть в русских магазинах на юге, а так в магазинах здесь творог не продается. И смотрите, как издалека красиво выглядит эта улица. С пальмами, голубое небо, фонарь, какое-то здание историческое. Красиво! И вот так вот выглядит пешеходная улица, Ла Лагуни. Она вот такая вот длинная до конца. Здесь в основном находятся такие бары, кафе, ну и несколько магазинов таких. Но в основном здесь, говорю, бары и кафе находятся. Вот здесь мы с подружкой ели лаваш. Помните, я вам снимала? И вот там дальше будет панадария еще очень вкусная. Всякие пирожки там продаются. Лаваш, говорю, шоурма. Я лавашом называла. Едем шоурма, в этом кафе. Ну, здесь в основном питается еда, а вот быстрого питания, фастфуд, на этой улице. Смотрите, какие милые балкончики. И дом вот так разукрашен. Интересно, да? Красненько. Идем шоурма. Вот такие штучки прикольные в дом купить. Делать какой-нибудь экспозицию. Все было на Новый год. Шишечки. Пару футишка. На Тернерии, кстати, помимо испанцев и канарцев, живет очень много китайцев, марокканцев, африканцев, немцев, итальянцев. Короче, всяком не лень. И в данный момент отправляемся в китайский магазин. Коих на острове очень много. И вот красивый вам еще пустик ребискусом. Но, что-то он приболел немножко. Кстати, китайских магазинов здесь на самом деле очень много. На каждом углу я все время поражаюсь, что ассортимент один тот же и кто это все покупает. Посмотрите, как идеально подстрижен газончик. Кустики. А аромат какой приятный. И вот здесь такой, смотрите, прикольный какой-то колокольчик. Обалдеть, да? И вот такой красивый дом. Вот так выглядят китайские магазины. Базар Асиатку. Азиатский базар, короче. Идем туда. Там огромный магазин будет. Короче, все, что надо и не надо. И в дом, и не в дом. Горшучки. Так, а мне нужна посуда. Пришла смотреть посуду. Что мне нравится, здесь очень много вещей для праздника. Такие всякие флажки. Такое вот день рождения. Такие конусы ведь. Шарики. То есть, ну, здесь, наверное, не знаю, коридоров шесть. Соцепия сисячина. И вот тоже классные такие всякие коробочки. И вот такие вот упаковочные тоже коробочки. Видите? Какой-то подарок купили. Взяли, упаковали. Ну, 5,50 такая коробка стоит. И разный пакет. Пакет. Поколочная бумага. И вот здесь такие вот в виде букв. Шары. И в виде цифр. Такая прикольная тема. Все, закупилась. Бегу домой. Похолодало. Солнце село. В лагуне сразу же холодно. Ночью терпимую. И бегу мимо этого парка. Видите, как я вам говорила, работает фонтанчик. Что-то, пока была жара не работала, сейчас включили. Как-нибудь, как откроют этот парк, приду и поближе поснимаю вам эту красоту. Особо я не лазила по магазинам. Так вот зашла в пару китайских. Как я говорю, ассортимент один и тот же, но цены абсолютно разные. Есть, намного дешевле можно купить, что-то намного дороже. Есть, что можно купить очень дешево, а есть, что за ту же вещь заплатишь в два раза дороже. Поэтому, я говорю, магазинов очень много, когда хотите смотреть. Даже те же испанцы, даже не чисто вот китайские магазины, а есть испанские магазины, вот для дома, они все равно продают там китайские товары. Ну, может, чуть-чуть лучше качество. Сейчас буду показывать, что я купила. Вот в этом большом китайском, что я вам показывала, я купила такую заколочку. Думала, хотела себе купить заколку. Сто лет не носила. Думаю, попробую. Евро стоит такая вот заколочка. Так, в другом, это был испанский магазин, распродаются. Вот эта штука евро 10 стоит. В другом магазине, как она называется, с перцем полная 2 евро стоила. А здесь, получается, они распродаются, и 30% у них скидка, вот за 77 центов мне продали, вот эту для перца, которую молоть. Так, вот это такая вот, ну, знаете, да, для одежды, чтобы чистить. 79 центов всего лишь. В других таких китайских магазинах по 3,5 евро продают, по 2,80, по 3,5, то это очень даже хорошая цена. И забежала в нашу вот гипердина, купила себе овсянку, что быстро варить, что долго варить, не то, что сказала. Быстро варить у меня есть, а это долго варить, она дорогая получается. Это овсянка получается 2,35. Довольно-таки дорогая. У нас овсянка дешевая, а здесь дорогая, ведь какая. Если быстро, в быстрой варке, то, по-моему, 90 центов стоит. Ну, типа, как эко-питание, то очень дорого. Не знаю, по-моему, в других таких магазинах еще. И купила себе чай, у меня закончился чай, такой вот фруктовый, остался черный и зеленый с манго. И чай тоже дорогой. Ну, вот такой вот. Получается 2,58 чай, но это типа как липта, у них есть под ихней марки, под обычный, то там по евро чай, по 70 центов. Короче, вот это показываю, сейчас буду показывать Миркадону. Вот моя небольшая покупка с Миркадоной. Я много не покупала, потому что мы обычно с мужем ездим на закупку, это просто у меня закончились яйца. Просто пока мы с ним поедем на закупку. Вот, купила мороженое. Мой муж очень любит мороженое, я иногда себе позволяю. Сейчас буду делать сырники. Вот сметанка у меня к сырникам. Испанская сметана, кто не знает. Это фреска. Правда, 30% жирности. Ну, это испанская сметана такая. Вот, помидорки. Ну, что-то смотрю, какие-то такие очень мягкие. Посмотрим. Закончился у меня перец молотый. Перец купила. И мужу сок на работу он такой берет. Вот, и за все это я заплатила 7,47. Вот эти яйца, получается, здесь, как видите, яйца продаются не десятками. Они продаются или 6 штук, или 12. Раньше я покупала по 6, но сейчас, как я на диете, я очень часто делаю омлет себе. Потом покупаю по 12 штук. И размер тоже, видите, есть M, а есть L. То есть, не так, как у нас там D1, там D0. Вот, то здесь ML у них размеры. то за этот вот 12 штук, не хотел сказать, за этот десяток, за этих 12 яиц 2,30 я заплатила. Вот за этот сок, набор, набор сока 6 штук 1 евро, евро 5. То есть, я считаю, как бы недорого. Мороженое здесь тоже дешевое, евро 65. Видите, здесь тоже 6 штук вот таких вот конусов. Так, вот такой молотый перец 95 центов. Вот такой вот молотый перец 95 центов. И вот такая сметана тоже 95 центов. И помидоры была цена евро 59 за килограмм, но, наверное, то, что они такие мягкие, там не было написано, что они на скидке, а в чеке показывают, что 99 центов. Но такой цены там не было. Такое, это явно они на скидку поставили. И вот полкилограмма 57 центов. Говорю, вот эти помидоры, по-моему, евро 59, что-то такое, короче, было. Такая у меня мини-покупочка сегодня. Так, ну что, я очень люблю сырники, но, повторяю, действия ворога в Испании нет, поэтому я покупаю вот такой рикессон валькампа. Он как рикотта. Сейчас я открою, покажу консистенцию. Он такой жидковатый. Добавляю одно яйцо, немножко ванильного сахара. Вот такой гипертин я покупала. И немножко соли. Сейчас все добавлю, покажу. Вот видите, вот такая она жидковатая. Но я долго искала, с чего можно делать сырники. Вот этот творожок, который зернистый, что-то как-то для сырников, мне кажется, не так подходит к вот этому трикотту. Сейчас перемешаю и все вам покажу. Так, ну и конечно же мука, как без нее. Я, наверное, я обычно если в Беларуси 2 пачки творога, там 2-3 ложки муки, сейчас может ложек 4-5 добавлю, потому что видите, какая у меня консистенция, немножко жидковатая. Буду смотреть по массе. В итоге я добавила только 4 ложки муки, я не люблю, когда много муки тоже в сырниках. И сейчас буду творить. Тесто жидковатая масса. я буду вот так немножечко брать на ложку. Так снимать не очень удобно. Немножечко вот так беру и вот в муку. И сейчас буду руками делать форму сервика. и вот вот так мои красавчики выглядят на сковородке. Сейчас покажу потом еще в тарелочке. Красота! Везумно хочу есть уже 10 часов, я обычно так поздно никогда не ем, обычно до 8 вечера стараюсь поесть. Жутко голодная, сми я загуляла по магазинам. Вот что, вот так вот выглядят мои прекрасные сырнички. Положила немножко джема и немножко сметаны. И вот мне чайок от липтен, который я купила, фруктовый. Здесь у меня еще сырнички. И засниму на срезе, видите, такая хорошая творожная консистенция. Ну, по вкусу рикотте, они такие сладковатые, за неимением лучшего очень даже может быть. Так что, всем приятного аппетита! И здесь у меня еще вторая порция жарится, видите, так что довольно-таки много получается. и эти упаковки сколько здесь было, и эти упаковки по 250 грамм как наша пачка творога. Так что вот на две пачки творога по сути у меня вот так много вышло сырничков. Ну что, я 6 штучек съела в итоге, наелась и вот еще у меня столько осталось. Чуплет муж и будет тоже ужинать. Красота! Ребята, у вас такое бывает, когда мы помыли посуду, соблюдать, чтобы не помыли сковородку, моете сковородку, а потом еще видите грязную кружку. Короче, я помыла всю посуду, помыла сковородку, дошла до стола, вспомнила, что я не помыла кружку и не вытираю стол. Я уже настолько просто устала, что я уже просто не соображаю, что и где. Так что вот стоит моя грязная кружка и вытираю стол. Пошла мыть кружку. Так, все чистенько, держусь по кухне сдано, сковородка, все чисто, все прекрасно, все, ужин готов, выключаем свет и уходим с кухни. Я уже устала, мы к этой посуде бесконечно идем отдыхать. признавайтесь, кто из вас тоже перфекционист, который тоже не может оставить вещь, как оно есть, надо это делать, сделать, переделать, чтобы было все прекрасно, потому что я не могу успокоиться. Я, конечно, бывает оставляю посуду, но очень редко, когда я уже уставшая и мне уже по барабану, но в основном я всегда мою посуду на ночь, я не могу оставлять посуду немытую. И что-то в последнее время я заметила, что я как-то постоянно мою эту целую кучу, и на завтрак, и в обед, и вечером, и когда готовишь целую кучу этой посуды. И я просто удивляюсь тем мамочкам, у которых много детей, и вот это надо всем приготовить, убрать, помыть. Не знаю, я уже что-то или просто что-то дома сижу и как-то концентрируюсь на этом вот все. Как я себе все время говорю, куда мне еще работать? У меня и так день пролетает, вот так, на раз, два, три. Я вам реально говорю, чтобы вот так лежать, скучать. Я даже раньше когда работала, у меня как-то было больше свободного времени, не знаю, что-то как-то я больше могла ничего не делать, а сейчас у меня как-то вот так быстренько, я чем-то занята, я постоянно что-то смотрю, так, чтобы прям все скучать, ни минуты, ни минуты не скучаю. Особенно в этом помогает инстаграм. Буду садиться монтировать влог, как-нибудь я вам засниму этот процесс, и уже буду прощаться с вами. Большое спасибо, что были со мной весь этот вечер, прогулялись со мной вместе по лагуне, приготовили сырники. Сразу же хочу сказать, что в среду влог, возможно, не выйдет или выйдет очень поздно, потому что мы с мужем собираемся в одно очень интересное место, и пусть это будет для вас сюрпризом, очень интересным сюрпризом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, для тех, кто смотрит мои видео и не подписывается, это будет очень ценно для меня и важно, поэтому всех обнимаю и целую, всем всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока!